Я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем с вами тщательно следить за всеми актуальными событиями, происходящими в Турции и в туризме в целом. Сегодня также есть о чем поговорить, так что давайте приступать. Темой номер один в Турции по-прежнему остается валютный кризис. И вчера, 23 ноября, турецкая лира опять рекордно упала, потеряв 14% по отношению к доллару. Ситуация достигла таких критических пределов, что жители страны начали выходить на улицы крупных городов и устраивать протесты. Волна протестов прокатилась по нескольким крупным городам Турции, включая Стамбул, Анкару, Эскишахир и другие города. Первыми своего недовольства начали высказывать представители малого и среднего бизнеса. Еще днем они начали выходить на улицы, устраивали небольшие пикеты, во время которых демонстративно сжигали доллары. При этом они требовали от государства немедленной поддержки их бизнеса. Ближе к вечеру на улицы также вышли студенты в крупных городах, представители профсоюзов, представители оппозиционных партий. К вечеру волна протестов начала набирать совершенно иные обороты. Риторика сменилась и уже звучали лозунги, призывы к отставке правительства, действующего президента. Некоторые также призывали отстранить от власти правящую партию справедливости и развития. Звуковую поддержку демонстрантам устраивали жители близлежащих домов, которые стучали в кастрюли. Как сообщают в оппозиционных турецких СМИ, для того, чтобы обеспечить порядок во время демонстрации, к месту их проведения была подтянута полицией. И на сегодняшний день пока неизвестно то количество человек, которых смогли задержать представители МВД Турции. Как мы видим, ситуация с валютным кризисом в Турции пока не может приобрести положительного характера. Люди начинают выходить на улицы, протестовать. Тем не менее, на государственных каналах, конечно же, говорят нам о том, что не переживайте, скоро ситуация изменится, доллар и евро начнут падать по отношению к лире. И действительно, если мы сегодня посмотрим на котировки, то увидим, что по сравнению с предыдущим днем, 23 ноября, ситуация несколько улучшилась, хотя, наверное, вряд ли можно назвать такое положение дел улучшением. Тем не менее, сегодня лира перестала хотя бы падать. Если мы взглянем на актуальный на момент съемки курс, то увидим, что за 1 доллар сегодня дают 12 лир 7 куруш, за 1 евро 13 лир 53 куруш. Таким образом, лире удалось сегодня отбить свои позиции на 5-6%. В связи с кризисом национальной валюты, компания Apple приостановила продажу своей продукции на территории Турции. Почему же компания приняла такое решение? Все дело в том, что лира по отношению к доллару настолько упала, что продукция Apple, в том числе и телефоны, макбуки и наушники, стали стоить в долларовом эквиваленте настолько дешево, что даже в США эти продукты на данный момент стоят дороже. Соответственно, компания приняла решение временно приостановить продажу своей продукции. Кроме того, на фоне падения турецкой лиры, граждане Турции начали активно скупать айфоны по старым ценникам уже к обеду вчерашнего дня. Модель айфон 11 пропала из продажи, после были наложены ограничения и на другие модели. Как сообщает компания, ее продукция появится снова в продаже, как только будут изменены ценники. Вот такая вот ситуация сложилась с продукцией компании Apple из-за падения лиры. И я на 100% уверена, что среди тех людей, которые ринулись покупать айфоны по старым ценникам, были и ушлые дельцы, которые предвидят невероятное повышение цен на технику в Турции. Решили скупить несколько телефонов для того, чтобы после того, как цены обновятся, продать их с рук, возможно, чуть по более низкой цене и, конечно же, на этом нажиться. Так, кстати, делают в Турции, особенно во время кризиса, когда начинают взлетать ценники. Поэтому уверена, что во многом этот ажиотаж создали и такие люди, которые решили несколько нажиться на сложившейся ситуации. Традиционно секундное напоминание о том, чтобы вы не забыли поставить пальчик вверх, ведь это очень помогает мне в продвижении канала. Заранее спасибо. Ну а мы переходим к следующей достаточно шокирующей новости. Вчера на туристических порталах появилось сообщение о том, что на борту самолета, летевшего из Шарм-Аль-Шейха в Россию, один из пассажиров добровольно решил уйти из жизни. Сообщается, что один из пассажиров самолета совершил самоубийство прямо на борту во время полета. Трагедия произошла в понедельник на рейсе авиакомпании С-7 из Шарм-Аль-Шейха в Самару. Как сообщают СМИ, после того, как самолет взлетел, пассажир самолета отправился в туалетную комнату, стюардессы начали замечать, что он, пребывая там достаточно долго, решили открыть уборную и обнаружили человека с признаками суэрида. После того, как бортпроводники обнаружили данного пассажира, они незамедлительно об этом сообщили командиру воздушного судна, после чего тот принял решение экстренно сесть в Каире. До посадки на борту самолета работало три медицинских сотрудника, которые производили реанимацию. После посадки самолета также пассажиры пытались реанимировать уже в аэропорту, но, к сожалению, он так и не пришел в сознание. СМИ сообщают, что пассажиром, который решил добровольно уйти из жизни, был 48-летний автомеханик, который, со слов очевидцев, уже на борту вел себя странно и разговаривал сам с собой. Семья гражданина также подтверждила информацию о наличии у него некоторых проблем с психикой после ДТП в Таиланде несколько лет назад. Вот такие вот, к сожалению, шокирующие новости поступают. Очень жаль человека, выражаю свои соболезнования семье погибшего. Ну а мы переходим к следующей теме. Вы помните, в прошлом ролике я очень вам подробно рассказывала о том, как нашим туристам в аэропортах Египта приходится стоять по 5-6 часов для того, чтобы попасть на рейс и улететь обратно домой. Эта проблема приобрела настолько острый характер, что уже даже Ростуризм решил заняться ее разрешением и по собственной инициативе глава Ростуризма Зарина Дагузова связалась с министром туризма Египта и обсудила сложившуюся ситуацию. Внесла, конечно же, свои предложения. В телефонном разговоре глава Ростуризма сообщила министру о том, что из-за длительного ожидания многие туристы опаздывают на свои рейсы и вынуждены приобретать новые билеты. Россияне также недовольны условиями пребывания в аэропортах. Зона ожидания не оборудована достаточным количеством посадочных мест, отсутствует питьевая вода, не соблюдается социальная дистанция. Также, по словам Зарины Дагузовой, действительно в приоритете безопасность российских туристов, но в связи с тем, что грядут новогодние праздники, а также зимний сезон, когда Египет приобретает особую популярность, есть большие опасения, что ситуация может еще больше усугубиться. Глава Ростуризма попросила министра туризма Египта взять ситуацию под собственный контроль и постараться обеспечить нормальные комфортные условия для российских пассажиров. В частности, было предложено, во-первых, распределить пассажиропоток, задействовать дополнительные выходы на посадку, а также оборудовать места ожидания и отдыха для российских туристов. В свою очередь, министр туризма Египта сообщил, что в курсе сложившихся проблем и сейчас рассматривается возможность увеличения пропускной способности пунктов досмотра, ну а также изменения графика рейсов. Кроме того, египетская сторона в телефонном разговоре пообещала обеспечить комфортные условия для пассажиров из России. Вчера, после моих новостей, некоторые мне начали писать в комментариях, это сейчас со всеми так туристами происходит или только с российскими. На самом деле, такая ситуация, когда пассажиры ждут по несколько часов в очередях, происходит только с туристами из России, потому что именно Россия поставила условия повысить уровень безопасности и, соответственно, устраивать вот такие вот досмотры. Но в то же время египетская же сторона с технической точки зрения могла бы поставить больше рамок для того, чтобы быстрее люди проходили проверку. На данный момент только у туристов из России такие проблемы возникают. Если вы прилетаете на отдых в Египет и с другой стороны, с вами такого не произойдет, потому что ваши же страны не требовали от Египта увеличения уровня безопасности при досмотре и посадке на рейс. Туристические источники также сообщают, что сейчас власти Египта планируют закупить новое оборудование и увеличить количество линий досмотра с 2 до 5. Будем очень надеяться, на самом деле, что египетские власти в самое ближайшее время увеличат количество линий досмотра, потому что если мы посмотрим на статистические данные от туроператоров, то мы увидим, что сейчас Египет лидирует по количеству продаж туров на Новый год. То есть вы представляете, и сейчас еще не такой огромный ажиотаж, хотя в ноябре он, конечно же, имел место быть. Что же будет с туристами, которые полетят на Новый год, если к тому времени власти не успеют сориентироваться и увеличить количество рамок, количество линий досмотра. В Новый год будет еще больше туристов, поэтому я на 100% уверена, что министру туризма Египта просто в самые кратчайшие сроки нужно что-то делать со сложившейся ситуацией, иначе грядущий Новый год обернется настоящим коллапсом в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Вот такие вот разноплановые и неоднозначные новости получились у меня на сегодня. Обязательно будем следить за всеми актуальными событиями. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя. Увидимся в следующем ролике.